Самаров Александр Владимирович, высокопористые углеродные материалы для суперконденсаторов, Кемеровский институт углехимии и химического материаловедения в САРАН. Данная работа была сделана в институте углехимии и химического материаловедения Сибирской Академии Наук. Основными направлениями исследований, которые являются углехимия, химическая глубокая переработка угла, и химия углеродных материалов, композитов и наноструктур. Соответственно, где мы располагаемся, чтобы не забыли. Вкус в бассе, да, все стали? Собственно говоря, что я хотел рассказать. То есть устройство, принцип работы, что такой суперконденсатор уже был пленарный, и доклад, то есть девушка уже это рассказал, что это такое. Получается, основные игроки, собственно говоря, это какие значения гемкостей, достигается более 100 парад на грамм. Основные материалы, которые используются, металлоксиды, гидроксиды, углерод, самые различные, включая игрофеновый материал, композитные материалы, электропроводящие полимеры. Наша задача, исходя из тематики нашего института, вообще это разработка новых электрохимически активных, пулированных матриц для создания экологических чистых источников энергии. Суперконденсатор. Немного хотел бы рассказать, так сказать, тезисно о характеристиках, которые, основные характеристики, которые предъявляются в данном материале. Это, естественно, особо удельная поверхность. Ну, как правило, это в литературе. Она обозначена более 2000 метров квадратная на грамм. Относительно высокая это проводимость. Естественно, должен быть какой-то тукосъем. Распределение пор по размеру. В зависимости от того, что мы используем, какой электролит, какой углерод, чтобы у нас был хороший ионный транспорт, образовывался в данный слой. И отсутствие, либо наличие функциональных групп, соответственно, если и нам это необходимо. Также это устойчивость к окислению, к высоким температурам. И что немаловажно, это обрабатываемость, технологичность, ну и, соответственно, стоимость. Ну, основные задачи, которые мы преследовали, это разработка способа спинтеза углеродных материалов из-за индивидуальных ароматических соединений с высокоудильной парой поверхности, соответственно, с развитой микро- или местом фористов. И исследование их набором современных физико-химических свойств, то есть они отличительные, и испытание их в качестве материала для суперконденсаторов в условиях работы симметричной ячейки двухэлектронной, как говорится, классической. Собственно говоря, это прекурсоры и условия для приготовления. То есть вот нами были получены на работе шесть образцов пункт, будем говорить, да, это пункт, который материал, собственно говоря, они были получены из различных ароматических прикурсоров при различных условиях, то есть при температуре 700 и 900 градусов. В то время карбонизация тоже инфарировалась, соответственно, соотношение прикурсора-активатора во всех опытах было одинаково, 1 к 4 в качестве, извините, а соответственно активатора использовалась эквималярная смесь гидроксидов первой группы. Они здесь указаны. Далее, ну такая вот теограмма элементарная без, так сказать, подробностей механизма, методики. Собственно говоря, в две стадии, это у нас расплавление данных веществ в избытке челочи, и карбонизация, там, естественно, отмывка и так далее, с получением целевого продукта. У нас на данный способ получения был взят патент, получаемый таким способом углеродного материала, ну, у нас называется кемериты, кемерова, кемерита, сколько я знаю, есть с гунид, да? Ну, данная методика, она, в принципе, у нас адаптирована и под такие сложные объекты, как угли. Одно единственное, что там выходит, дополнительная стадия окисления, в отличие от ароматических прикурствов, которые уже содержат необходимые специальные группы для образования ароматической системы и, конечно, карбонизации. Далее, характеризация полученных образцов, получается, в начале их адсорбционные свойства методом низкотемпературной адсорбции азота, в общем, получается, ну, так будем говорить, условно, так, и люпак к разному это класс, вот, одни у нас обладают развитой мезо-форосистой, а другой микро-форосистой. Вот так. И, соответственно, из этих изотер были, знаете, текстурные характеристики. Естественно, как бы сразу обращаем внимание, что использовалась модель оценки BED, соответственно, истинной она не является. Также параллельно, вот мы недавно это посчитали с помощью теории национальной плотности, в среднем значение ниже на 15-20% получается. Вот, вот так вот. Но это в качестве оценки и дальнейшего сравнения с литературными данными, ну, ее данный метод используется. Далее, ну, это распределение, это пора по размерам, соответственно, такое, как для Activated Cabin, очень широкое получается. Просвечивающая электронная микроскопия. Что мы здесь видим? Ну, как описывают это в литературе и вообще, что у нас вот эта сама нано-пористость образуется за счет вот этих разупорядочных, как говорят, графеноподобных слоев, и между ними, соответственно, вот это образуется нано-пористая архитектура. Ну, мы, естественно, здесь подразумеваем, что у нас вот нано-пористом у нас вот на краях, да, со счет вот этих вот, так сказать, изгибов, у нас образуются эти опоры больших размеров. Соответственно, рентген, что у нас показывает о микроструктуре, мы можем сказать, это получается, что, ну, это рентген для типичных разупорядочных систем, получается, что то есть материалы проявляют некую степень кристалличности, так сказать, мы, так сказать, можем выделить некую пространственно, ну, так сказать, определенную, там, конфигурацию или что там, ну, как идут, там, каких-то кристаллитов, да, или атоменок еще называют. Ну, и, соответственно, мы видим, что относительно графита у нас происходит двигатель на два сторон малых углов, и межплоскостное это расстояние у нас, ну, тоже получается, вот графит, вот наш, по-моему, это значительно увеличивается. Вот. Дальше, спектроскопия комбинационного рассеивания, ну, это тоже, так сказать, типичный КР для разупорядочных углеродных систем. Иногда так смотришь, думаешь, прям как оксидорфен выглядит. В общем, в том плане получается, что, да, мы получаем один для, то есть это графит, это решает их и разупорядочный, да, и видим, что с увеличением микропористости у нас степень порядочности увеличивается. Так, это в одной поступке. И, соответственно, чтобы, так сказать, привязать, да, чтобы что-то о графине рассказать, получается, что вот у нас, что вы это представите, структуру вот этих вот разупорядочных материалов в различных шкалах длины у нас получается. Соответственно, из гепто-гекса и пента-гонок у нас образуются графиновые нанокристаллы, из них уже формируются наноколистые домены, и, собственно говоря, что мы там делали. Дальше мы видим на фоне контраста этих белых и черных полос, вот эти, это края наночастиц. Дальше в сканирующий микроскоп уже это более крупная частица и, соответственно, непосредственно сам гранулированный порошок, что это вообще. Дальше к переходу электрохимических измерений, ну, это уже всем известно, что все это три основных способа циклического вольтопераметрии. Заряд-разряд, заряд-разряд, электрохимический импеданс. Так, в выборе электролита, нами была выбрана циклическая вольтопераметрия, в качестве электролита были выбраны водные электролиты. Электрохимическая ячейка для тестирования, для измерения емкости данных образцов, вот она представлена на данном слайде по соответственному виду формулы, который вычислялась емкость, что еще на что следует обратить внимание, что емкость рассчитывалась на массу двух электродов, то есть на массу всего активного материала, и что эта развертка во всех экспериментах стояла, равнялась 10 мВ. Далее по результатам получается, что для микропористых углеродных материалов наблюдалась следующая вещь, что у нас для образцов КМ-1 и КМ-2, в общем, это получалось, которые имеют примерно, даже вот у КМ-2, удельная поверхность чуть-чуть повыше, это после перекарбонизации. Мы наблюдали такую вещь, что дельная емкость резко упадала, мы данный факт объяснили этим тем, что у нас вот эти два материала обладают разной проводимостью. То есть ранее нами было показано, кстати, с участием института неорганики, профессора Арманенко Анатолия, в том числе, я не ошибаюсь, да, что вот эти наши микропористые углеродные материалы, они могут обладать, соответственно, одномерной и трехмерной проводимостью по мотору соответствующих координат, где все это показано. Ну, и было это, и предположили, что эти материалы следует разделять на два различных это класса и, ну, как бы, думали, что они обладают разными свойствами. Ну, собственно, говоря вот на это различие, я думаю, это было показано. Далее углерод развитой мезопористостью, что получается. То есть в качестве инкрусора, вот мы использовали системы фенов, фуровый, хидрохенон и профуровый. Соответственно, здесь у нас получается, что на щелочи у нас в широком достаточно диапазоне потенциального окна, ну, я так и это вижу, особенно вот на этой кем-же шестом, у нас это преобладает образование двойного электрического слоя, то есть в основном тестовские процессы. соответственно, вот на кислоте, Атолий Игоревич еще рассказывал, что там, ну, соответственно, из-за специфичности, да, у нас там уже идут редоксы, это процессы, которые нам дают дополнительный вклад в емкость. То есть она увеличивается 300. Ну, естественно, у нас есть кислородные и нейтральные либо основные группы, но учитывая, что у нас пиролиз проходил в воздушной среде, ну, так сказать, у нас, получается, там присутствовали, ну, вообще в литературе образуются эти кислородные группы. Ну, вот одна из, вероятно, так сказать, происходящих этой реакции, вот здесь она это представлена. Результирующая таблица, говорят, что вот они, это результаты основные, что получается вот эти личины. Самые высокие у нас это, понятно, на кислоте, где у нас шли это редокс-процессы и, соответственно, вот на чеколочи больше 200. Так, это сравнение пористых углеродов из растительного стыря, соответственно, ну, и вот в текущей работе так захотелось лучше всех, да? И выводы, что, в общем, разработана методика комплексом исследована по проводимости, и вот это в разных электролитах и у Леруси ведет это по-разному. Ну, соответственно, этот комплекс данных и результатов является предметом давнейших исследований, что я хотел положить, ну, в общем, что мы на сегодняшний день имеем и что мы, скажем, это можем масштабировать, да, и получать таких достаточно больших это количество. Вот этот самый незаконистый материал, который мы можем предложить для электродов суперносадов. Так, и вот если есть минутка. Как говорится, осень богата на конференции. Вот у нас уже каждый год это проводится наш симпозинг о углехимии. Соответственно, вот в тематике здесь это указывается. То есть это вот приглашаем всех налающих заинтересованных лиц посетить его. Уже октябрь уже скоро. А следующий? Вот. Можно это в качестве слушателей, конечно. Что будет интересно, в том плане, получается, что вот у нас в данный момент запускается стенд полупромышленный по переработке, по комплексной переработке бурокуполей, ну, там, с получением литкуминовых веществ и стопустящих продуктов. И также у нас сейчас будет запускаться стенд по производству активированных углей. Спасибо за внимание. М JEFFERY BUH АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...